Жень, есть у тебя шоколадка или сахар? Смотрите, как она позирует, застывает и смотрит на нас. Вручная белка абсолютно. А, прячется. Опа. Все. Пожелаем ей до свидания. Не боится людей? Такие животные доверяют. Потому что лесопарковая зона совсем рядом. Куда мы с вами идем. Всем привет. Мы продолжаем нашу серию из цикла передачи. Посмотрите, что он делает. Вот мы наткнулись на очередную ямку, которую дедушка выкопал. Пока его нет. Чтобы его не смущать, ему не мешать, мы все-таки посмотрим, что он здесь делает. Виктор, не покушайся на чужое. Смотрите, вот он выкопал два столба, получается, в одной такой большой яме. Как гроб. Буквально за сколько? За 3-4 дня. И сейчас он занимается чем? Он занимается вот отбиванием такой вот арматурки. То есть это лесной партизан? Да. Вопрос в другом. Зачем? Зачем старик в возрасте 80 лет занимается такой титанически кропотливой, трудоемкой работой? Ради чего это все? Я знаю. Я знаю. Для того, чтобы Виталий Васильевич снял репортаж и выжил в Юбку. Да, это все от лукавого, не верьте ему. Так вот, я предлагаю Ваши версии. Их, возможно, будет много. Одна из них сдать металлолом, одна из популярных. Вторая версия использовать в своем хозяйстве. Третья версия просто от нечего делать. Четвертая версия от облагораживания вот этого вот лесного массива. Пятая версия – это рассчитываться за какой-то кредит, как некоторые из моих подписчиков оставили в комментарии. Любая версия интересна и любая версия важна. Оставляйте свои комментарии под настоящим видео, и мы будем дальше наблюдать за этим пожилым человеком. Что он будет делать с этим столбом, для чего он это делает, и будем задавать ему вопросы. Обратите внимание, это очередная закопанная яма, в которой стоял железобетонный столб, тоже обработанная дедушка. И таких ям в лесу порядка десятка. Это все сделано человеком в течение этого лета. И причем он продолжает. Вот если вы посмотрите дальше, вот следующий столб он продолжает откапывать. Ребята, мы совершаем очередную попытку найти этого дедушку, который здесь копает, работает. А вот сегодня она удачная. Мы его застали, заработали. Вот смотрите. Шевеляющийся арматурс. Сейчас мы ему будем задавать вопросы по поводу того, что же он все-таки делает. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдохните пять минут. Вы столько трудитесь. Я за вами давно наблюдаю. Вы здесь, наверное, все лето. Все лето отбиваете арматурс, да? Вопрос один. Вот это вот вы делаете, это зачем, если не секрет? Это загородка мать, не мать, а жене на кладбище. Это оградку из арматуры вы делаете, да? Да, да, да. Это же ее потом варить надо как-то. Ее же перерабатывать, сваркой варить надо. Ну, конечно. Это сколько вы уже столбиков? Наверное, штук десять, да, отработали? Ну, я не знаю, сколько. Ну, наверное, штук десять. Это же очень трудоемкая работа. Конечно. Очень трудоемкая. Конечно. Понятно. А я думал, вы это или фундамент используете, или на скупку сдаете. Стал бы я на фундамент такую работу выполняю. Вы что? А сколько же вам лет, если не секрет? Да? Сколько вам лет? Лет восемьдесят. Восемьдесят? Да. Ну, хочу отдать вам должное, что вы в таком возрасте живы. Я еще спиной тут ударился. Да не один раз. У вас сколько примерно уходит времени для того, чтобы вот один столбик отбить? Время много уходит. Очень много. Ну, вот вы выкапываете яму сначала, да? Ну, конечно. Ну, не лучше оставлять. Ну, кто мне спасибо за это скажет, если я яму оставлю, чтобы я яму накопаю. Да, я вижу, что вы зарываете дальше, разбиваете столбик. Да, да, да. Ну, арматура хорошая, я смотрю. Она еще такая советская арматура, качественная. Ну, арматура-то хорошая, а работы сколько я выполняю. Интересно, она вот, если ее купить, она дорогая, вот эта арматура. Если ее купить, она дорогая, не знаете? Не знаю. Знаете, это я вижу, просто вы работаете. Мне интересно стало, что вы делаете, зачем это. Интересно. Да, да. Я думал, вы сначала на скупку это сдаете или как-то в хозяйстве? Оказывается, в хозяйстве... Нет. Это я жене накладываю на кладбище. Я бы не стал, конечно, такую работу выполнять, если бы для другой цели. Ну, да. Слишком она трудная. Трудная. Очень трудоемкая. Да. И тяжелая. Трудоемкая и тяжелая. Главное, было бы она полегче. А то надо яму откопать. А вот тут их два было. Тут кто-то срезал или сломал, бог их знает. И рога торчат, а рога-то большие. Думаю, елки мотал, насадься на рог на этот. Ну, понятно. Ну, понятно. Больно будет. Ну, вы еще будете продолжать? Я смотрю, там он еще столбики остались. Да кто знает. Посоветуюсь с ним, сколько хватит. За сварщиком, наверное. А может не хватит. Ясно. Если не хватит, то продолжать придется. Ну, еще увидимся. Будем с вами здороваться. Вас как зовут? Вас зовут как? Николай меня зовут. Николай. Меня Виталий зовут. Очень приятно. Дедушка Николай буду вас звать. Но у вас возраст. Мы гуляем здесь вот с моим другом постоянно. Прогуливаемся в обед по лесу и за вами смотрим. Ясно. Дед Николай, скажите, а вот купить арматуру дорого будет стоить? Да, купить оградку. Для вас это дорого? Я не знаю. Ну, вы не приценивались? Нет. Может быть, стоит дешевле купить оградку, чем вот так вот? Ну, дешевле можно, наверное, дешевле. А может, с кругляка. Ведь это же арматура. Да. Она дорогая. Да. Нет, вы именно с арматуры хотели сделать оградку, да? Просто... Ее красть плохо. Не, я про то, что, может быть, вам легче было купить... Это надо поговорить со сварщиком и с тем человеком, кто будет сделать. Ну, то есть вы еще не понимаете, и легче бы это было, и не легче, да? Дешевле, не дешевле. Я не знаю. Хорошо. Вопрос такой. Вам бы пенсии хватило купить эту оградку? Нет. Не хватило бы, да? Нет. Еще мало. На изгородь много надо. Понятно. Ну, ладно. Бог в помощь, как говорится. Не буду вас отвлекать. Дед Николай, спасибо. Спасибо, что рассказали интересную историю нам, подписчикам. Все, спасибо. Вот такая была интересная история, рассказанная дедом Николаем. Оказывается, что ни один из вариантов предложенных не совпал. Ну, у него своя история, своя правда. Кому понравился этот сюжет, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.